Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите еженедельное интервью главы Ингушетии Юнзбека Баматгиреевича Амьевкурова. Юнзбек Баматгиреевич, Сарид Калшин. Наш Узбек. Салам алейкум. Алейкум. Салам. Безусловно, главным событием этой недели стала ваша рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным. Вы доложили о росте по многим показателям, в том числе и в социальной сфере. К примеру, вы отметили, что в республике за последние 6 лет построено почти 500 объектов. Какую оценку нам дал глава государства? Мы, когда встречаемся с Владимиром Путиным и с митарно-терочным дедем или с другими руководителями, в том числе с полномочным председательным округом, мы всегда говорим не только о плюсах, но больше говорим о проблемах, которые есть в регионе и говорим о том, как эти проблемы решить. В том числе и глава государства в частности подробно выслушивает наши предложения, мнения. Может быть и такое, что прямо тут же набирает какого-то там министра, руководителя, вице-премьера там, и у него уточняется, спрашивает, и в том числе подключает в решение тех проблем к вопросу, которые мы обозначаем. Да, мы построили за буквально 6 лет огромное количество объектов. Я сегодня только что был в Сурхахах, в сельском поселении, где мы открыли дом культуры, и проинспектировали три объекта. Это две школы и детский садик. Это в одном селе. Мы в этом году будем открывать там школу и детский садик, а в следующем году еще две школы. То есть это в одном селе. Это колоссальные такие объемы, которые осваиваются, и колоссальная помощь в федеральном центре. Я беру только социальные, но и не социальные объекты. И, конечно, оценка руководства страны на должном уровне в плане того, что мы можем показать, можем проявить и можем наглядно продемонстрировать те успехи республики, которые сегодня есть. Тем более у Владимира Владимировича Путина на глазах изменения республики происходят. У него на глазах были периоды, когда просто в республике были довольно колоссальные проблемы во всех сферах, в том числе и с отсутствием стабильности, порядка и с отсутствием контроля над бюджетными средствами. И сегодня сравнение. Поэтому, конечно, для руководства страны легче выводы делать и смотреть, как мы можем при всех проблемах, которые существуют, как мы можем и средства осваивать, и показать работу. Да и жителям республики это тоже наглядно видно и понятно. Поэтому, конечно, для меня, как для руководителя республики, было ценно то, что Владимир Владимирович, озвучив те вопросы, те проблемы, ту обеспокоенность, которые у него есть, тем не менее, выразил и благодарность нам всем, и жителям республики, за то, что мы так пошагово, довольно серьезно идем к тому, чтобы республика процветала. В целом он доволен, да? Конечно, конечно. 24 апреля вы провели заседание Совета безопасности республики. Обсуждались несколько вопросов, в том числе и противодействие вербовки в сети интернет путем создания интернет-дружин. Расскажите, как это будет работать? Мы уже давно говорили об этом. Кстати, Совета безопасности Николай Платоныч Патрушев озвучил эту тему и обеспокоенность тем, что основная вербовка сегодня происходит в соцсетях. Мы как-то шутили, что лет 10-15 назад в республике такая мода была. За кого вышла замуж, да, девушка? За Nokia вышла. То есть по телефону якобы договаривались, и над этим мы шутили, как-то не понимали это, и было глупо вообще осознавать, что по телефону можно договориться, чтобы девушка вышла замуж. Ну, такие моменты были. И сегодня мы вышли на тот уровень, когда совершенно непонятные люди, которые, как они могут вообще по интернету, там, так, живут, если у тебя есть там отец, мать, тейп, родина, кто-то там понимание должно быть, кто тебя вербует там и куда тебе там... А тут по интернету это все делается. Конечно, это очень не обидно, что они в нашей среде растут, и, значит, где-то мы им что-то не додаем, особенно в семье. Но, тем не менее, эта тема есть, и не только у нас, а по всей стране. И 80% завербованных, те, которые пошли за границу в международной террористической организации, стали на путь экстремизма терроризма, они именно завербованы через интернет. Поэтому, конечно, надо сейчас думать об этом, и на Совете Безопасности России выездном, который был в Черкесске, Николай Платоныч об этом заявил, о беспокойствах шли руководства страны по этому поводу. И мной дано поручение, судя Безопасности Республики и другим профильным организациям, проработать этот вопрос, и в ближайшее время там протоколе указан доложить о том, чтобы у нас все-таки в интернете появились так называемые дружинники, которые могли бы противодействовать этой дробовке. Как и что, это уже будет понятно, когда эта рабочая группа подготовит выкладки, материалы. И по этому поводу, конечно, будет и на телевидении, и в соцсетях, какая-то профилактическая и ознакомительная работа. В продолжении вот этой темы социальных сетей, в соцсетях периодически происходят вбросы. Темы бывают самые разные. Причем все это происходит в аккаунтах, без фамилий, имен, то есть анонимно. Есть даже такие, которые предлагали одну из улиц Тбилиси назвать Ингурской. Кто-нибудь, когда-нибудь из этих анонимов-доброжелателей к вам обращался с предложениями решить ту или иную проблему, о которой они пишут? Нет, здесь нет анонимов, когда говорят про улицу Тбилиси назвать, или там, в этом мероприятии между Грузией и Ингушетия провести. Здесь открыто все. Есть ряд общественных организаций, которые обращают. Есть, в том числе, по линии нашего министерства по делам национальности, определенные контакты. На моем уровне совещания проводились. Это одно. Второе, да, насколько я слышал, парламент Грузии принял решение одну из улиц в Тбилиси или где-то в Грузии назвать Ингушетской. В этом тоже нет ничего удивительного. Мы уже давно, я не знаю, в какой период, назвали ряд улиц в республике грузинским. Поэтому здесь никто по этому поводу не шумит, никто по этому поводу декларативные вещи не говорит. Ну и было, и было, назвали, и назвали, и молодцы. А сегодня надо понимать тем, кто... Тут вопрос даже не в этом, вопрос в другом, когда задаются вопросом, почему наши власти не конфликтируются с властями Грузии. Надо понимать, что есть общая политическая ситуация, которая сложилась в стране, есть внешняя политика и те отношения, которые складываются между руководством нашей страны и руководством Грузии. И, конечно, здесь надо ориентироваться. Мы, как главы регионов, у нас есть в том числе и постановление правительства Российской Федерации и определенные указания руководства страны по межрегиональному сотрудничеству. Мы успешно сотрудничаем в том числе и с Азербайджаном, с другими странами, в том числе с Казахстаном или с другими. Но при этом мы должны понимать, что пока дипломатические отношения или другие политические отношения с Грузией, с руководством Грузии не сложатся, мы при всем нашем желании не можем выходить с контактами, с инициативами. Почему? Потому что это уже не от нас зависящие вещи. Это надо понимать. А те умники, которые в соцсетях пытаются что-то сказать, это их не хотелки, их не пожелания. Почему? Потому что он сидит там дома у себя или в квартире, ему так хочется. Он же не досуживается посмотреть, а что для этого нужно делать. Поэтому здесь в этом есть вопрос, когда в соцсетях пытаются сказать, а почему мы? Ну потому что нам нельзя, потому что есть определенные правила игры, которые мы должны соблюдать. Я бы так ответил на этот вопрос. И опять же никто же не говорит, там и наш народ, и грузинский народ в целом. И Россия без грузинской культуры, она даже невозможно представить себе, и это веками, и столетиями складывающиеся отношения. Ну случилось сегодня такое, что и по ряду причин, недопонимание. Ну надо подождать, пока эти отношения все равно наладятся. Вот четверть вековой юбилея отметила газета «Ингушетия». Вы приняли участие в праздничном мероприятии в Магасе. Как бы вы оценили работу коллектива газеты? Я уже давно это говорил. Я, во-первых, еще раз хочу поздравить коллектив газеты, ветеранов, всех, кто стоял у истоков создания газеты с праздником, с юбилеем. А так в целом, конечно, каждый на своем этапе работы это проводил, каждую задачу выполнил. И сегодня коллектив, он и современный, сам по себе, с учетом тех изданий, которые происходят. И коллектив сегодня плотно освоил, в том числе, и интернет-ресурсы. И то, что газета современная в плане, не только она в носителе бумажном выпускается, но и в интернет-ресурсах, это хорошо, это позитив. Большое количество подписчиков, с каждым днем, с каждым годом эти подписчики нарастают. И плюс приятно, что газеты могут читать наши земляки, которые живут там за пределами и республики, и страны в целом. Поэтому спасибо и Шамсю Динбокову, и всему коллективу за то, что они с таким хорошим современным взглядом подходят к нашему любимому изданию. На заседании межведомственной рабочей группы по снижению задолженности за энергоресурсы с участием представителей Министерства по делам Северного Кавказа Вы поручили в каждом населенном пункте создать рабочую группу. Какие конкретные задачи будут перенесать? Ну, давно боремся с неплатежами населения, с отсутствием дисциплины платежного населения. И сегодня выступая на открытии Дома культуры в Сурхахах, я тоже об этом говорил. И рабочие группы, конечно, должны сейчас, которые, во-первых, депутаты должны работать местного самоуправления, а сегодня с них почему-то спроса за это нет. Во-вторых, должны работать там муниципальные власти в целом. Главы должны быть, общественные советы, молодежные советы. Мы все должны работать для того, чтобы все-таки минимизировать угрозу отключения всего села или тех, кто злостных неплательщиков. Дело же не в том, что я отключил какого-то человека конкретного. В этом доме, или дом отключили, в этом доме есть женщины, дети. И, конечно, надо население задумываться, в конце концов, что так продолжаться не может. Поэтому и сейчас просьба, обращаясь к населению, в любой месяц, в любой день, не важно. Не только в месяц, там, рамадан, а в любой день, в любой месяц, там, ну, если ты потребляешь, плати. Если ты считаешь, что тебе не обосновано, это другой вопрос. Пожалуйста, пока твой вопрос не решится, можешь не платить, но вот тогда выйди с этим предложением, чтобы вопрос решился. Но если уж потребляешь, ты куш и плати. Если там долги повесили, это одно. Но ты куш и плати, вот потребляешь и плати. А то многие прикрываются, нет денег, нет этого, нет того. Везде вот эта тема. Вот нам нечем семью прокормить. Но тогда надо и пользоваться, минимизированием темы благами, которые дают. И воду меньше потреблять. То есть, потребляйте столько, сколько вы можете. А не столько, сколько мы хотим, но при этом платить не будем. Сейчас месяц рамадан начнется. Это тоже всплеск потребления газа, электроэнергии, воды. Почему? Потому что утром марш дек, и вечером марш даст. И все почему-то, имея огромные долги, ну не все, а многие, почему-то считают, что это правильно. Что в вечном мире Всевышний это все оправдает. Поэтому здесь я просил бы все-таки жителей максимально и рабочим группам помогать там, и содействовать, ну и платить текущие платежи. И думать о долгах, которые вы должны все-таки завтра или позавтра рассчитаться. 25 апреля с депутатами Народного собрания вы заслушали отчет о деятельности правительства за 2017 год. Но по сути прозвучали итоги работы за последние 10 лет. А что вы скажете в целом о деятельности правительства? Ну, правительство нарабатывается. Понятно, что небольшой срок для нового состава правительства. Но есть ошибки, есть недостатки. Это рабочий момент, было и есть, всегда было. Нет такого правительства, где нет там критики или нет недостатков. Но, тем не менее, с каждым днем правительство прогрессирует, работает. И я сегодня удовлетворен работой и председателя правительства, и его команды, которые пытаются делать все возможное, чтобы республика по многим показателям лидировала. Доклад, который был сделан Владимиром Путину, это как раз и работа правительства. На неделе вы встретились с участниками Всероссийского форума блогеров. Блогинг-2018, который проходил в Ингушетии с 24 по 26 апреля. Какие темы вы обсуждали с блогерами и что их интересовало? Я сразу же хотел бы сказать и про блогинг Ингушетии, и про сегодняшнюю мою встречу с саммитом парламентарии, международным саммитом парламентариев, где присутствовало большое количество парламентариев, в том числе и иностранных государств, и вот эти вещи. А блогеров было на большое количество, уже более 40 человек, которые там проехали со всей страны. Это как раз те имиджевые вещи, благодаря которым республику узнают по всем направлениям. И в том числе мы слышим и сегодня, и в тот раз, когда блогеры приехали, много пожеланий для республики. Вот сегодня парламентарии молодые, много-много своих предложений дали о том, что какие мероприятия дальнейшие можно проводить в республике, в целом на Кавказе. Поэтому эти встречи нужны. Я хочу еще раз выразить благодарность тем, кто организовал эти мероприятия, особенно тем, кто приехал, кто открутился на предложение. И я уверен, что в следующем году их будет больше. Но самое главное, еще раз подчеркиваю, люди, приехав, я, например, блогер, говорят, я вообще думал, что здесь там война у вас идет. Они вообще удивлены красотой республики, красотой инфраструктуры, не только природой. Морр города Магаса и город Магаса вообще все восхищены. Ну, молодцы наши руководители, работают. Ну, и, конечно, таких мероприятий надо организовать больше. То есть ежегодно мы планируем, да? Да, тем более мы понимаем, что это соцсети, и эти блогеры, которые приехали, у них, ну, так, если так, как бы, между прочим, порядка там у некоторых блогеров за миллион подписчиков. Вот когда люди узнают больше и больше про Ингушетию, а это репосты, это миллионы и миллионы людей во всем мире узнают про Ингушетию. Ну, и многие задают вопросы, они жили так, а вот были же эти, а почему, а где? А ничего, все нормально, все мирно, все хорошо, все развивается. Поэтому это важные вещи. Опять же, туристическая привлекательность. Ну, и в том числе, да. На неделе вы приняли участие в заседании Совета при полномочном представителе президента ВСКФО Олега Беларинцева. Как прошла встреча? Да, мы по итогам этой встречи сегодня, я после прилета с Москвы сразу посоединил в строящееся предприятие, завод твердебытовых отходов, проверил, как там процесс идет, и я думаю, что к концу года там уже там второй этап запустится. Встреча была связана с экологией, с дистанционными свалками, с другими там пожатками. Я сегодня дал поручение, чтобы во всех селах, во всех сельских поселениях стояло там по три контейнера, во всех учебных или там других заведениях, бюджетных, небюджетных, стояло по три контейнера для сортировки мусора. Ну, и, конечно, мы, в первую очередь, сами должны приучиться к тому, чтобы все-таки не бросать мусор там, где этого нельзя делать. Для того, чтобы люди бросались там, где это надо делать, где это положено, надо создать условия для людей. И вот этим мы сегодня поручение дали, тем, кто это должен исполнить. И надеюсь, что мы... Мы много уже сделали за эти годы, и комитет по экологии, товарищ Бабхоев, и Росприроднадзор территориальный, очень много работают над тем, чтобы все-таки ситуацию выправить. Мы много свалок ликвидировали. У нас сейчас стоит для получения господдержки, в том числе, на экспертизе свалки, Назрановская, Нестеровская, чтобы их полностью ликвидировать. Это большой объем средств нужно, большой объем работы там, чтобы это все ликвидировать, чтобы мы не загрязняли почву. Поэтому просьба к людям, к населению все-таки. Не надо думать, что бросили на кем-то фантик, это ничего не значит. Просто не надо думать так, что этот фантик – катастрофа для республики. Только так можно поддерживать порядок. И я просил бы всех относиться к республике не как обычным дежурным словам «это мой дом», а вот как будто к своему дому. Если ты у себя дома в квартире или в доме не бросишь этот на пол, потому что дети, понятно, это могут делать, но взрослые же это не делают, то я просил бы все-таки всегда, прежде чем что-то выбросить, думать, что это твой дом, твоя квартира, это твой двор. И для чего это ты делаешь? В ходе поездки в Кабардино-Балкарию вы также посетили детскую академию творчества «Солнечный город», после чего вы сразу же дали поручение изучить опыт от этой академии для открытия подобного центра у нас в республике. Чем примечательен этот объект? Там затратная тема есть, но тем не менее это как раз современные требования по инновациям, по кванториумам, по всем другим направлениям. Поэтому я туда специально и взял, и руководитель нашего регионального проекта по развитию кванториумов, и взял туда Парагульго Магомеда, директора гимназии, который уже там уже, так можно говорить, по-модному, он облатыкался на этой теме. Поэтому мы их взяли туда, и чтобы они сами посмотрели, я им дал срок, чтобы выйти на меня с предложениями, и мы посмотрим, какими ИЦАПами на базе какого учебного учреждения создать такую академию. Почему? Потому что я не успел там много всего обойти, но тем не менее я понял, что это очень хорошая задумка, и на базе этой академии в разных школах, садиках, более пяти тысяч детей, которые получают там вот такое хорошее образование. Поэтому нам надо это все посмотреть, изучить. Я думаю, уверен, что это большое подспорье для популяризации, в том числе техническом виде специализации или специальностей, ну и творчества и так далее. Также на этой неделе вы провели встречу с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергеем Меликова и обсудили ряд значимых вопросов. На ваш взгляд, как идет взаимодействие республики с этой структурой? Да, хорошо у нас. Не говоря о том, что Сергей Мешбурпал при этом как начальник курировал нас. У нас до этого были свои лишние боевые товарищеские отношения. Поэтому и сегодня эти отношения, они только укрепляются. Мы обсудили вопрос в том числе и дальнейшего развития нашего контингента, Росгвардии, который на дистанционной территории республики, о том, чтобы уже базу ОМОНа новую, которая построена уже, осваивает уже, ОМОН туда зашел, как дооснастить эту базу, как увеличить в том числе комплект ОМОНовцев, почему-то, что для выполнения задач там слишком мало лишнего состава. Ну и как сделать так, чтобы наши ребята участвовали в различных международных или других мероприятиях, где участвуют в Росгвардии. 27 лет назад был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Жертвами репрессий стали около 32 миллионов человек. Как Вы считаете, вот этот день, 26 апреля 1991 года, можно назвать днем возрождения всех репрессированных народов? Ну, не только днем возрождения, это день справедливости, торжества справедливости, это день для этих народов, для нашего народа, потому что это день провала вот этой грязной политики, диктаторской политики, сталинского режима. Поэтому, конечно, все народы, это не только народы, это огромное-огромное количество людей, людей, как Вы же сказали, там, десятки миллионов, которые подстрадали от этого циничного, просто нечеловеческого подхода к управлению страной. Поэтому, конечно, для нас, в том числе и для ингушей, это именно день торжества справедливости. Да, можно говорить, и мы это знаем, что многие направления этого законодательства, в том числе и на федеральном уровне, не исполнили, но всему свое время. Главное, что вот это клеймо предателей народа и постоянное обвинение, что мы предатели, и многие народы, те люди, которые там пострадали, попали, не в эти жернова вот этого режима сталинского, они получили реабилитацию, и государством принято официальное заявление о том, или декларация, или там декларативные вещи, где сказано, что это было преступным режимом, политической ошибкой. Поэтому для нас это важно. И мы должны, конечно, этот день пройти, такие дни помнить. В парламенте, где был отчет правительства, один из депутатов задал вопрос и предложение выковычит на мемориале памяти и славы именно и вот это постановление, закон о реабилитации республики народов и другие документы, судьбоносные для нашей республики. И эти два документа выковычит памяти. И выковычит памяти тех, кто стоял у истоков создания республики, тех, кто стоял у истоков и кто добивался вот этого закона о реабилитации, тех, кто стоял у истоков закона о создании нашей государственности. Вот я это предложение принял и дал поручение, чтобы подготовили различные варианты, в каком виде мы это делаем. И мы должны, дал эндерий, в этом году эту задачу выполнить, в том числе на мемориале памяти, для того, чтобы выковычит, в том числе, как один из таких важных законов, судьбоносных законов для нашей республики, в том числе, это закон о реабилитации, репрессивных народов. На встрече с представителями Союза Чернобыльцев, приуроченной к 32-й годовщине трагедии на атомной электростанции, вы отметили, что никто из ликвидаторов не будет забыт. Им планируется какая-то дополнительная помощь? Ну, во-первых, они и не забыты, и государство федеральное центро им оказывает помощь, и государство федеральная программа, которая оказывает помощь, в том числе и нашим жителям республики, которые были не только ликвидаторы, а и те, которые оказались в зоне заражения. Здесь вопрос больше был в том, что у нашего движения Чернобыльского есть два ответвления. И я дал поручение все-таки провести все это в порядок, в соответствии, чтобы движение было одно, руководитель был один, и это уже должны принять на своем уровне под руководством Министерства труда и социального развития сами чернобыльцы. Я думаю, что они придут к пониманию вопроса, и мы постепенно должны с помощью федерального центра, конечно, оказывать помощь этим людям. Почему? Потому что там реально есть пострадавшие, но не реально, они все пострадавшие. И те болезни, которые не только у них, но и у их детей, которые там, они могут сегодня не проявиться, а могут завтра, пусть завтра проявляются, надо все-таки очень трепетно и внимательно к этим людям относиться. И я их собирал в том числе, чтобы еще раз вспомнить о трагической дате аварии страшной, это одна из самых страшных аварий современного человечества на ядерных объектах. Поэтому, конечно, это была страшная авария для всего человечества. Вы затронули эту тему, но все же хотелось отдельно спросить про открытый сегодня Дом культуры. Сколько вообще в целом построено таких объектов в республике, и сколько еще планируется именно культурных? Да, мы уже построили 8, и не помню, там 6 или 7 мы реконструкцию сделали, и сегодня мы сдали еще один Дом культуры. Вот сегодня, когда у Министерства финансов подписывал документ, прошли деньги еще на 8 Домов культуры. Строительство, я еще не помню, там сколько это, 5 или 6, там на реконструкцию. Я был сегодня удивлен, там мы посетили в Сурхахах спортивный клуб Сурхо. Ну, я и раньше там смотрел тоже, удивлялся, и сегодня тоже еще раз для себя пометил. Когда-то это был великолепный, один из лучших домов культуры сельских поселений в республике. Красивое, хорошее здание и так далее. Но почему-то власти приняли решение ликвидировать Дом культуры, сделать там спортивный клуб. Конечно, была такая колоссальная ошибка и огромное неуважение к культуре как в общем понимании вопроса. Потому что даже в спорте, во всех делах, даже в еде, в питье, в религии, везде культура присутствует. Без культуры ничего не делать в жизни. Культура, она обогречает человека во всех сферах деятельности. И, конечно, сегодня, когда мы построили Дом культуры, потом я туда заехал уже в спортивный клуб Сурхо проверить, как там происходит, как там ремонт идет, реконструкция. Для меня, конечно, там стало с таким страшной мыслью, а не придут ли когда-нибудь кто-то к власти через какое-то время и тот Дом культуры, который мы там откроем, тоже не превратят во что-то другое. Вот здесь открывается именно, где нужна консолидация общества. Никто не должен стесняться, люди должны жестко стоять на своем, защищать свое. И как можно было допустить такое, чтобы из Дома культуры сделать объект спорта. Да, спорт хорошо, но из Дома же культура. И для многих понимание культуры или Дома культуры, это как будто они не знают, что это нужно для нашего общества, для наших детей. Дело же не в самих танцевальных кружках или еще чего-то. А дело в том, что это когда та площадка, куда можно детей привезти, отдать и чему-то в жизни научить. В первую очередь, это культура и поведение, культура и общение. Поэтому мы в этом году еще начинаем встретиться с 8 домов культуры. И к концу 2019 года мы должны в каждой республике закрыть тему по домам культуры. Везде будут дома культуры, далее, далее. И здесь нам на помощь оказывает Владимир Владимирович Путин и Министерство культуры Российской Федерации. И мы в этом году начинаем строительство одного из культурно-досновых центров в республике, как в Магасе стоит. Я не буду говорить, нет, потому что не помню, в каком муниципальном образовании, но тоже до конца 2020 года мы в каждом муниципальном образовании должны поставить по одному культурно-досновому центру. Ну что ж, на этом все. Благодарим вас за интервью. Уважаемые телезрители, вы смотрели интервью главы Ингушетии Юн Узбека Баментгиреевича Евкурова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова